Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Ну на самом деле, когда я сейчас буду говорить о ретинопатии, перед тем, вернее, как начать, конечно, я хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение и лично Ашот Масаэловича, потому что вот слышу его на протяжении лекции 14 лет и вот такой экспрессии, с которой он читает, я вот не видел ни у одного лектора, причем с уважением отношусь ко многим из них. Итак, ретинопатия как и осложнение сахарного диабета. На самом деле, конечно, вы понимаете, что и второго типа, но я понимаю, конференция посвящена именно второму типу, а в общем-то и при первом типе происходят все те же самые изменения, поэтому вы просто их можете экстраполировать дальше. Первый слайд, на котором хотелось бы мне остановиться, это слайд из Атласа IDF, который, как вы знаете, выходит каждые два года. И вот что касается диабетической ретинопатии, ну, здесь про лечение написано, я думаю, мы сейчас не будем переводить это с английского языка, мы еще поговорим об этом с вами дальше. А вот хотелось бы мне вот эту фразу перевести на русский язык. Здесь говорится о том, что интенсивный контроль глюкозы в крови и, если это необходимо, соответствующая медикаментозная терапия предотвращает развитие диабетической ретинопатии у 76% пациентов. Ну, согласитесь, это гигантские цифры, когда каждые три человека из четырех могут похвастаться тем, что у наших диабетиков нет проблем с глазами. Что же мы имеем в Российской Федерации по данным официального регистра? У нас сейчас больше 650 тысяч пациентов, у которых проблемы с глазами. Дальше мы поговорим, что под термином диабетической ретинопатии в России воспринимается не только собственное поражение сетчатки, но и кое-что еще другое. А вот что касается распределения при первом и втором типе, то вы увидите, почти каждый четвертый пациент с диабетом при первом типе и где-то каждый седьмой, каждый восьмой при втором типе имеют, к сожалению, проблемы с глазами. Если мы приведем данные 12-го Российского общенационального офтальмологического форума, который состоялся буквально на днях на прошлой неделе, то в структуре общей заболеваемости по классу глазных болезней после нарушения рефракции, катаракты, конъюнктивита и глоукомы диабетическая ретинопатия, к сожалению, занимает непочетное пятое место. Вы видите, что это достаточно существенно. А вот когда тоже интересное исследование барометр, когда наших с вами пациентов спросили, чего же они боятся больше всего с диагнозом сахарного диабета? Боятся ли они нейропатии, перейти на гемодиализ, ампутацию конечности, получить инсульт, инфаркт, но без сомнения. Конечно, они люди компетентные, читающие и прессу, и интернет, и, естественно, не знают о всех своих осложнениях. Но посмотрите, чего они боятся больше всего. Больше всего они боятся потерять зрение. Ну, напомню вам из студенческой программы, что сейчас считается до 90% информации об окружающем мире мы получаем именно через глаза. Поэтому, что мы имеем? Давайте на первый тип смотреть не будем, раз у нас сегодня все посвящено второму типу. Мы посмотрим, что при втором типе диабетическая ретинопатия пропускает вперед только нейропатию и артериальную гипертензию. Ну, понятно, что это пациенты, как правило, более возрастные, поэтому, естественно, артериальная гипертензия здесь у нас появляется. Что же мы имеем по количеству случаев слепоты? Посмотрите, к сожалению, несмотря на все наши усилия, на улучшенную диагностику, на ваши старания в плане просвещения пациентов. Посмотрите, если брать анализ 2013-2016 год, к сожалению, как при первом типе, так и при втором, мы видим это увеличение. Если же мы будем говорить о распространенности стадии диабетической ретинопатии с учетом пола, то вы здесь видите, что как при первом, так и при втором типе распространенность стадии диабетической ретинопатии не зависит от пола. А большее количество женщин, которые мы здесь можем наблюдать в сравнении с мужчинами, просто обусловлено тем, что женщины более часто обращаются к врачу, лучше следят за своим здоровьем, ну и, соответственно, выявляемость и сахарного диабета, и диабетической ретинопатии у них выше. Если мы будем говорить о распространенности диабетической ретинопатии с учетом длительности сахарного диабета, то вполне, конечно, понятно, что чем больше длительность сахарного диабета, тем больше пациентов с диабетической ретинопатией. Исключение составляет только второй тип, возрастная группа от 15 до 20 лет. Но мы, конечно, с вами понимаем, что вот это уменьшение количества диабетиков с ретинопатией в группе больше 20 лет, оно обусловлено, к сожалению, просто смертностью этих пациентов, а ничем другим. Если мы будем говорить о распространенности диабетической ретинопатии с учетом компенсации, конечно, здесь отпечатка углеводного обмена и полубольных, то понятно, что распространенность диабетической ретинопатии прямо в пропорциональной степени компенсации сахарного диабета. Какие же мы имеем небольшие достижения, и я хотел бы с ними с вами поделиться. Ну, вот посмотрите, средний возраст развития ретинопатии в Российской Федерации. При первом типе он вырос с 35 лет до 37 лет за эти вот три года, а при втором типе с 63 до 66 лет. Такие же успехи, в общем-то, мы имеем при анализе средней длительности диагноза сахарного диабета до развития ретинопатии. У пациентов при первом типе эта цифра выросла, ну, практически с 10 лет до 13, а при втором с 6 до 9. Вот очень важный слайд, на котором бы мне хотелось бы акцентировать внимание, так как я понимаю, что практически 100% в аудитории это эндокринологи, а не офтальмологи. Мне кажется, очень важно, чтобы вы понимали, что если у пациента стоит диагноз сахарного диабета, это не значит автоматом, что у него есть и диабетическая ретинопатия, и проблемы с почками, и проблемы с сердцем, и проблемы с нижними конечностями и так далее, и так далее. Вот посмотрите, очень интересная статистика. Больше чем у 50% наших с вами пациентов, у которых стоит диагноз сахарного диабета, никаких патологических изменений на глазном дне нет. Нет. И это надо понимать, когда ваши не всегда грамотные офтальмологи пишут вам ДР0, диабетическая ангиоретинопатия, там еще какую-то гипертоническую ангиопатия. Это не изменение у диабетика на глазном дне, как первый этап развития диабетической ретинопатии. Вот группа. Следующая. Непролиферативная диабетическая ретинопатия. Каждый третий. Да. Вот здесь уже появляются микроаневризмы, здесь уже появляются петахиальные кровоизлияния. Но все равно с ними ничего, кроме наблюдения, и мы об этом скажем дальше, ничего не надо делать. А естественно, вот эти две группы, пролиферативная и препролиферативная диабетическая ретинопатия, это пациенты, нуждающиеся уже и в лазерном лечении, и в хирургическом лечении, о чем я тоже скажу немножко дальше. Какие же структуры поражаются при диабете в наших с вами глазах? Да практически все, посмотрите. От роговицы, где синдром сухого глаза, язва роговицы. Ну, я сразу вам скажу честно, я язва роговицы у пациентов с сахарным диабетом не видел. И думаю, что это связано с тем, что сейчас, конечно, уровень помощи возрос. Но и в интернете, и в учебниках классических, конечно, она описана. И вторичная невоскулярная глоукома, осложненная катаракта, ну и собственно диабетическая ретинопатия. А вот тот слайд, который я уже вам обещал. Значит, приблизительно три человека из четырех наших с вами диабетиков, которые имеют проблему с глазами, имеют собственно поражение сетчатки и имеют собственно диабетическую ретинопатию. Остальные 20-25% имеют, как я вам сказал, поражение других органов, других структур глаза. Ну, тем не менее, они причисляются, естественно, как осложнения, глазные осложнения сахарного диабета в группу ретинопатии. Но мы с вами понимаем, да, что не все 100% из них имеют проблемы с сетчаткой. Не буду, наверное, останавливаться подробно. Скажу, что много классификаций диабетической ретинопатии. И от этого у ваших офтальмологов тоже такая в голове каша, какую все-таки использовать классификацию. Есть классификация Евы Коннера и Массиму Порта, которая считается официальной классификацией Всемирной Организации Здравоохранения. Есть классификация Эолит Ритментов диабетик ретинопатии стадий, которая используется для различных клинических исследований и которая подробно раскладывает все стадии диабетической ретинопатии. Кстати, здесь нет препролиферативной. А есть вот очень хорошая, я всегда ее рекламирую, не потому, что мы с вами живем в России, а потому, что, мне кажется, российские офтальмологи, они такие очень практичные, очень такие коротенькие. Вот все понятно. Непролиферативная, препролиферативная и пролиферативная. А вот эти стадии уже как осложнение, естественно, пролиферативной стадии. И все достаточно, мне кажется, просто и логично. Почему? Потому что, почему, например, иностранцы выделяют только непролиферативную и пролиферативную? Ну, потому что нет сосудов протологических или они есть. Вроде бы тоже все логично. А почему мы выделяем препролиферативную? А потому что это та стадия, когда уже надо начинать, в частности, лазерное лечение этого пациента, лазерную коагуляцию сетчатки. Поэтому, мне кажется, это все очень объяснимо. Теперь я хотел бы тоже остановиться на алгоритме задней пролиферации и его лечению, потому что существует, и у вас сейчас очень много вопросов будет, на которые я, естественно, не буду отвечать. Почему? Вы сейчас мне начнете эти препараты говорить, вот я уже слышал здесь выступление, там, теоктовая кислота и так далее, и так далее. Я вам скажу официальную позицию и нашу, и, соответственно, так как я представляю, эндокринологический национальный центр и позицию Минздрава по лечению задней пролиферации. Он очень прост. Обратите внимание на этот слайд. Всего три позиции. Лазерная коагуляция сетчатки, медикамитозная терапия и витрактомия. Сейчас в двух словах о каждой из них. Лазерная коагуляция сетчатки, ну, длительное время, до настоящего времени, являлась и в нашей стране и является золотым стандартом лечения диабетической ретинопатии. Почему? Потому что эффективно, дальше я об этом скажу, нет, простите, сейчас я об этом скажу, где-то до 75-80% эффективности лазерной коагуляции сетчатки, выполненной вовремя и правильно. Что значит вовремя? Тоже очень важно для вас. Потому что приходит к вам пациент и говорит, да, я был у окулиста, да, он мне сделал один сеанс лазерной коагуляции, зачем вы опять меня к нему направляете? А вы должны понимать, что нормальную панретинальную лазерную коагуляцию за один сеанс не сделает ни один профессионал. Почему? Да потому что пациент не выдержит, это же ожог, и это достаточно болезненно. Кстати, я вам скажу, что к щелевой лампе или к лазеру, на котором делается лазерная коагуляция, сзади такая резинка прилагается. То есть пациент не просто ставит подбородок и лоб прижимает, а его еще резинкой сзади закрепляют, чтобы он вот так голову не отдернул, понимаете? Потому что это микроожог. И надо понимать, что нормальная панретинальная лазерная коагуляция это 3, а то и 4 сеанса и не меньше 2-2,5 тысяч ожогов на каждый глаз. Вот. Что дальше у нас имеется? Ну, к сожалению, вот лазерная коагуляция не всегда помогает. Почему? Ну, потому что существует сахарный диабет. Это неблагоприятная основа. Иногда он чечет очень быстро, очень злокачественно, я имею в виду в плане диабетической ретинопатии. И у нас появилось, ну, приблизительно лет 30-35 назад, очень эффективное средство лечения, которое называется витроэктомия. Опять напомню вам латынь из института. Витро – стекловидное тело, эктомия удаляем. То есть удаление стекловидного тела, удаление патологических мембран, крови, гемофтальмы и так далее. Эффективность, посмотрите, правильная и вовремя выполненная, очень высокие цифры. Ну, а когда случай запущенный, то даже и, как говорится, 2-3 человека из 10, если мы им помогли и вернули, не то, что там 100% зрение, а даже хотя бы какое-то зрение, это уже достаточно высокий результат. Медикаметозная терапия. Опять обращаю внимание ваш на этот слайд. Почему? Потому что официальная наша позиция – это только 2 первых пункта в лечении диабетической ретинопатии. Да, есть венофибра, это замечательно, и так далее, и так далее. То, что здесь написано, вы прочитаете это еще лучше меня. Но в плане лечения диабетической ретинопатии, это все препараты, которые проходят только, скажем так, в стадии или исследования в офтальмологии, можно ли их для этого использовать, или еще где-то на стадии разработки. Хотя, повторю еще раз, что вы эти препараты, как эндокринологи, здесь возникает даже очень такая интересная, просто мало времени, вещь, что некоторые препараты, хорошие, замечательные, даже для ретинопатии, вы можете назначать как эндокринологи, а мы как офтальмологи назначать не можем, потому что они не имеют официального разрешения Минздрава для лечения диабетической ретинопатии. А что мы имели до 2016 года? Ну вот мы имели только один препарат, его торговое название, простите, его медицинское название ранний безумаб. А что мы имеем в настоящее время? Это плюсофлиберцепт, это все антивиджеев препараты, антагонисты сосудистого эндотелиального фактора роста, и пролонгированный кортикостероид азурдекс. Да, делаем уколы, представьте себе, инсулиновым шприцом прямо внутрь глаза, прямо внутрь стекловидного тела, это не страшно, поверьте. Но посмотрите на этот слайд, мне нравится, не думайте, что это все началось 10-20 лет назад. Да нет, первые уколы в глаз, правда, немножко с другой целью, начали делать уже больше 100 лет тому назад. Так что, в общем-то, методика, ну, и я думаю, не такими тонкими шприцами, как, вернее, можно сказать, иглами, которыми делаем мы сейчас. Но, тем не менее, видите, это все уже, этой терапии больше 100 лет, поэтому, как бы, все это, все это безболезненно, быстро, эффективно, и ключевое слово в этом слайде – стерильно. То есть, эти инъекции должны осуществляться обязательно именно в стерильных условиях. Когда за рубежом начали использование этих препаратов, их начали колоть в процедурных комнатах, ну, где берут кровь из вены, да, там, и какие-то внутримышечные инъекции. Это условно стерильные комнаты, и начали получать что? Эндофтальмиты. Поэтому сейчас эта процедура строго перенесена в операционную. Ну, а, естественно, основное, я вижу здесь в основном молодые люди, и что такое профилактика некоторых заболеваний в советское время многие не знают. Но я вам скажу, что, посмотрите, это не мои данные, это United Kingdom Prospective Diabetic Study, исследование, которое 91-го года, ему уже почти больше 20 лет. Вот, и посмотрите, какую фантастическую профилактику различных глазных заболеваний можете привнести именно вы, эндокринологи. Ведь снижение гликированного всего на 1%, уменьшает частоту проведения лазерной коагуляции на 29%, прогрессирование ретинопатии на 17%, удаление катаракты на 24%, кровоизлияние на 23% и слепоту на 16%. Мне кажется, это фантастические цифры. Что еще очень важно с точки зрения эндокринолога? Помните ту группу в 55%, о которой я вам говорил? Пациенты с диабетом, у которых нет никаких изменений на глазном дне, нет никакой диабетической ретинопатии. И тем не менее, минимум хотя бы раз в год они нуждаются в осмотре у врача-офтальмолога. Только не так один глаз закрыл, другой ШБ или наизусть эти буквы прочитал, а с расширением зрачка и осмотром обязательно глазного дна. Ну а я считаю, что если мы едины, мы это офтальмологи и эндокринологи подразумеваются, то диабетическая ретинопатия вполне победима. Современный скрининг и проведение регулярных осмотров. Интенсивный контроль гликемии, артериального давления липидов в реальной клинической практике. Мотивация работы с пациентами, принятие единой классификации, не допускать формулировки диагноза, о котором я уже вам говорил. При выявлении клинических значительных изменений сразу бегом в своевременное направление в специализированные центры. Более четкие показания для всех видов лечения. К чему это может привести? Посмотрите, наши английские коллеги могут похвастаться в 2016 году. Они написали о том, что впервые за последние 50 лет диабетическая ретинопатия больше не является первой причиной потери зрения среди населения. То есть нам есть к чему стремиться и нам есть над чем работать. Спасибо за внимание.